Здравствуйте! Сегодня мы разберем стратегию, которая называется MasterCandleMethod И хочется начать с того, что основана эта стратегия на несколько модифицированном setup и price action Который нам известен под названием внутренний бар Но здесь его, как я уже сказал, несколько видоизменили И если внутренний бар это свеча и последующая свеча, которая находится полностью внутри границ предыдущей свечи То есть тело меньше тела предыдущей свечи Точка high ниже точки high предыдущей свечи И соответственно low точка выше точки low материнской свечи То есть внутренний бар состоит из двух свечей MasterCandle, setup который используется в этой стратегии, состоит из пяти свечей То есть одна большая материнская свеча и четыре свечи, которые находятся полностью внутри нее Почему они, авторы стратегии, изменили внутренний бар, добавив гораздо больше свечей Это было сделано для того, чтобы найти именно моменты неопределенности Когда рынок довольно-таки сильное движение произвел То есть нарисовал материнскую свечу А затем на четыре часа, эта стратегия предназначена для торговли именно на часовых графиках А затем четыре часа рынок просто стоял на месте практически Думал куда ему идти А затем по правилам этой стратегии У нас есть три часа для того, чтобы произошел прорыв этого сетапа И рынок после этого уже, как правило, после столь долгого затишья Двигается в определенном направлении в одном и довольно сильно То есть мы находим материнскую свечу, которая содержит четыре внутренних бара подряд А затем даем рынку три часа, три свечи Для того, чтобы произошел прорыв Если прорыва за эти три часа, за эти три свечи не происходит То просто ничего не делаем, не входим в рынок Ну а теперь давайте немножко подробнее Предназначенная стратегия для двух валютных пар Это фунт доллар и фунт иена Так как они обладают большой волатильностью И мы можем надеяться на довольно-таки сильный момент удвижения После пробоя материнской свечи этого сетапа Ну и конечно же у нас будут некоторые оговорки по его использованию Но обо всем по порядку Хочется также заметить, что Хотя большинство паттернов price action Рекомендуется использовать именно по тренду Исключительно по тренду То мастер кендал вполне можно торговать как по тренду, так и против него Так как в самом сетапе уже заложено ожидание некого взрыва волатильности После прорыва И соответственно движение либо против тренда, либо по тренду То есть мы ловим моменты, когда рынок аж на 7 часов находится внутри свечи А затем происходит прорыв Ну на 7 это если дожидаться третьей свечи обязательно А если прорыв произошел раньше, на второй свече после формирования сетапа Или на первой, то тогда мы получим соответственно либо 5 часов, либо 6 Но это не столь важно Дело в том, что именно долгое нахождение рынка практически на одном месте А затем последующий пробой дает нам все шансы полагать, что это движение будет Ну пусть не столько продолжительным, сколько достигающим нашего цейк профита, скажем так Ну а о цейках и стопах мы конечно же поговорим Думаю в этом сетапе нет ничего сложного Мы ищем свечу, внутри которой находятся 4 последующие свечи Полностью внутри границы этой самой нашей первой материнской свечи А затем мы выставляем отложенные ордера выше и ниже материнской свечи Выше high и low этой свечи И ждем 3 свечи Даем нашему паттерну 3 часа на то, чтобы произошел пробой Если пробоя не происходит вверх или вниз, то мы наши отложенные ордера удаляем Ну давайте уже перейдем на график Сразу скажу, что искать вручную на глаз этот сетап не придется Так как у нас есть индикатор, который автоматически находит вот эту вот самую материнскую свечу и 4 внутренних бара И также он автоматически показывает уровни, где выставлять отложенные ордера Открываете графики фунт доллар, H1 и фунт йена, H1 Часовые графики В любом месте на графике шаблон И загружаем шаблон MasterCandle И как мы видим, появятся на графике вот такие вот отметки Отмечаются автоматом те места, где был найден этот сетап MasterCandle Вот у нас большая хвостатая свеча А затем 4 внутренних бара, которые находились внутри этой свечи Ну а после этого у цены есть 3 часа на то, чтобы осуществить пробой Ну вот здесь этого не произошло Пробой происходит не всегда далеко Но когда происходит, с большой вероятностью цена достигает наших целей Как я уже говорил, для входа в рынок по этой стратегии мы будем использовать отложенные ордера Поэтому если вы вдруг не умеете пользоваться отложенными ордерами Не знаете, что это за типы отложенных ордеров, какие бывают Как их выставлять, как их передвигать и так далее То обязательно посмотрите видео По торговле отложками, которое расположено по ссылке, которую вы сейчас видите на своем экране Где же мы будем выставлять отложенные ордера Ну вот, допустим, сформировался у нас сетап Индикатор его автоматом отметил Можно в настройках индикатора включить звуковое оповещение, кстати говоря Заходите в список индикаторов Щелкаете на MC индикатор два раза И вот здесь, Alerts, нужно включить True Ну что же, сформировался у нас сетап Индикатор нас известил об этом на графике, нарисовав вот такие вот полосочки Красными и зелеными полосочками У нас отмечены уровни установки Стоп приказов отложенных ордеров Buy Stop и Sell Stop Мы их выставляем пунктов на 5 примерно Выше точки High материнской свечи И пунктов на 5 ниже точки Low материнской свечи Главной свечи, которая у нас является родительской, скажем так Мы выставляем отложенный ордер на покупку и на продажу ниже и выше этой свечи Далее у нас есть 3 часа для того, чтобы осуществился пробой Ну вот здесь пробой произошел вверх Если бы его вдруг не было за эти 3 часа То мы бы просто удалили наши отложки Стоп-лоссы как выставляются Ну, допустим, выставили мы отложку на покупку Стоп-лосс мы выставим на том месте, где у нас стоит отложенный приказ на продажу То есть ниже точки Low материнской свечи И для приказа на продажу Для отложенного ордера на продажу У нас Стоп-лосс будет на уровне отложенного ордера на покупку То есть выше точки High материнской свечи Пунктов на 5 где-то Отцеп профит похожим образом измеряется Мы меряем материнскую свечу От точки High до точки Low То есть находим полную длину свечи И вот это расстояние, в данном случае 52 пункта Откладываем как стоп-профит Для наших отложенных ордеров Вот здесь был бы стоп-профит приблизительно Как мы видим в случае с ордером на покупку Сек-профит успешно отработал Ну и я уже упоминал об этом У нас есть небольшой фильтр Который мы будем использовать для входа сделки Иногда мы будем выставлять только отложенный ордер на покупку Или только на продажу В зависимости от того, где нарисовалась мастер кэндл Где образовался наш сетап Как только паттерн сформировался Мы смотрим на ближайшие уровни поддержки сопротивления Не нужно выискивать какие-то уровни Которые были там где-то очень давно Смотрите на недавние локальные минимумы Локальные максимумы Которые выделяются на графике Ну вот в данном случае Где у нас были ближайшие уровни поддержки сопротивления Вот здесь явно выделяется уровень И вот здесь явно выделяется уровень В данном случае Что мы видим Мы меряем опять-таки Расстояние от точки хай до точки лоу материнской свечи И смотрим Есть ли такое же расстояние До ближайших уровней поддержки сопротивления Ну вот в данном случае И вниз было расстояние И вверх было расстояние Эквивалентное длине материнской свечи Ну здесь еще Уровень поддержки сопротивления Был вот здесь еще То есть мы смотрим на то Чтобы мы смогли взять Сейк профит До того Как цена дойдет До ближайшего уровня поддержки сопротивления Где она вполне может Развернуться Таким образом Здесь кстати хороший пример Что уровень Установки нашего отложенного ордера Находился чуть выше Или Скажем так На уровне Поддержки сопротивления Поэтому в этом случае Можно было взять позицию А если бы до уровня поддержки сопротивления Было бы Пунктов 15 Скажем так То есть Еще немножко И цена После пробоя Вполне могла бы развернуться То мы бы Такую позицию Не брали Пример Можно найти Не отходя далеко От кассы Вот у нас Далее образовался Еще один Сетап Мастер Кэндл Индикатор его показал Тут За три свечи Не произошло пробоя Но как только сетап образовался Мы еще об этом не знали У нас Стоял бы выбор Что нам делать Какие ордера ставить На продажу На покупку И ставить ли их вообще Как только появился У нас сформированный Паттерн Мы смотрим Опять же таки На ближайшие Уровни поддержки сопротивления Один уровень у нас Проходит прямо По Материнской свече Мы его игнорируем Потому что в любом случае Мы выставляем отложки Ниже и выше Точек Х и Лоу Материнской свечи Поэтому вот этот уровень Сейчас я его отмечу Мы игнорируем Далее Смотрим У нас есть ярко выделенный уровень Вот здесь И он находится Всего лишь В 12 пунктах От точки установки Отложенного ордера На покупку Значит на покупку Ордер мы уже точно не будем ставить Потому что уровень находится Очень близко И мы не будем рисковать Выставлять ложный ордер на покупку Так как цена Может просто развернуться Не дойдя до нашего сейк профита Посмотрим что у нас С продажами Здесь Ближайший уровень Проходит как раз Приблизительно На том месте Где мы выставляем Отложенный ордер на продажу То есть Мы вполне можем Этот ордер выставить Можно перестраховаться И поставить его Чуть чуть ниже Пунктов на 5 Это На тот момент Когда у нас Света только сформировался Мы еще не знаем Отработает он за 3 свечи Произойдет пробой Или нет Таким образом Мы фильтруем сделки То есть Если вы видите Что При установке Отложенного ордера Близко находится Очевидный Уровень Поддержки сопротивления И расстояние до него Меньше Сейк профита То Такой отложенный ордер Лучше Не ставить Подробнее О уровнях Поддержки сопротивления О так называемых Горизонтальных уровнях Вы можете Узнать Из видео Которое расположено По ссылке Адрес Который вы сейчас Видите На своем Экране В этом видео Вы научитесь Тому Как определять Уровни Как их Находить На графике И использовать В торговле Ну а теперь Давайте разберем Несколько Примеров На графике Самый последний Пример По фунту Иене На момент записи Видео Мы видим У нас Индикатор Показал нам Свечу С четырьмя внутренними Барами А затем За три часа Пробоя Не произошло Вы кстати Можете Оставлять Отложенные ордера Более чем на три часа Как мы видим В данном случае Это бы дало Свои плоды Но учитывайте Особенности Рынка Если Это азиатская сессия То вполне Можно Оставить ордера До наступления Лондонской сессии Если Это Лондонская сессия И С началом Американской сессии После ее начала Не произошло Пробоя То Лучше Ордера Удалить Так как Пробой Уже и не произойдет То есть Учитывайте Конкретные нюансы Правила Трех свечей Это Более универсальное Стандартизированное В некоторых случаях Вполне Можно Оставить ордера Чуть дольше Дождаться Пробоя Этой формации И Забрать В итоге Цейк профит Но это уже зависит От Опыта Конкретного Трейдера Умение распознавать Различные ситуации На рынке Вот опять же У нас Нарисовался Индикатором Светап И как мы видим За три часа Не произошло Пробоя А в данном случае Это Дало как раз Результаты Так как Чуть позже Прорыв произошел Он оказался Ложным И цена Впоследствии Развернулась Но правило Тех свечей Уберегло нас От ненужного Входа И еще один Пример Опять таки Индикатор Нарисовал нам Найденный Сетап Мастер Кэндал На графике И на третьей свече Произошел Его пробой Вверх А цель профита Сразу не был Достигнут Цена Некоторое время Поболталась И все таки Ушла Вверх Благополучно Принеся Нам прибыль Давайте все Суммируем Мы находим Материнскую свечу С четырьмя Внутренними Барами на графике Индикатор Автоматически Отметит ее Далее Выставляем Два Отложенных ордера На покупку Байстоп Чуть выше точки Х материнской свечи И на продажу Селстоп Чуть ниже точки Лоу Материнской свечи Если Есть вблизи Установки Отложенных ордеров Очевидные уровни Поддержки сопротивления И расстояние до них Меньше Цель профита Который равен Длине Материнской свечи От точки Хайд Точки лоу То В эту сторону Мы Отложенный ордер Не выставляем Если же Отложенные ордера Располагаются На уровнях Поддержки сопротивления Или расстояние До ближайших уровней Довольно таки велико То мы выставляем Ордера И даем Рынку Три часа Три свечи Для того чтобы Осуществился пробой Вниз Или вверх Когда осуществился Пробой Вверх Допустим Естественно Отложенный ордер На продажу Мы удаляем Ну и наоборот Если осуществился Пробой Вниз То отложенный ордер На покупку Мы удаляем Стоп-лосс Позиции Выставляется На уровне Противоположного Конца Материнской свечи Ну соответственно Для покупок Чуть ниже Точки лоу Материнской свечи Для продаж Чуть выше точки хай Материнской свечи Тейк профит Как я уже сказал Равен Длине Материнской свечи Каких то еще Фильтров Для входа Нет Трагровать в принципе Можно в любое время Ограничений на сессии По этой стратегии Нет Таймфрейм Рекомендуется Часовой Пары Фунт доллар И фунт иена А также Вполне можно использовать Другие волатильные инструменты Но нам нужно Как бы Потенциал к движухе Скажем так Вполне можно использовать Евро иену Вполне можно использовать Золото То есть Для этой стратегии Подходят именно Волатильные инструменты Какие то Спокойные пары Лучше Не использовать Ничего сложного В системе нету Слегка просмотрев Историю Входов По индикатору На графике Вы Во всем Сами Разберетесь Продолжение следует... Продолжение следует...